Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас будет с вами третий урок фонетики. Вы большие молодцы! Вы делали первый урок, второй урок, и сейчас у нас третий. Мы сегодня не будем работать с французскими словами, с французскими звуками. Я просто расскажу о том, что заставило меня по-французски говорить хорошо, почему нужно работать с фонетикой, и попытаюсь вас мотивировать. Я люблю французский язык, и я влюбилась в него, когда мне было три года, когда я услышала песню по-французски по телевизору, и именно тогда меня поразили эти звуки, и я прям стала каким-то наркоманом французского языка, потому что я искала любую возможность услышать его еще раз. Я даже не могла идентифицировать, что это французский язык. Я спрашивала, что это за язык, и никак не могла объяснить, но я говорила, что это... Я уверена, что это самый красивый язык на Земле. Потом я узнала, что это французский, чуть попозже. Не было никакой возможности иметь много доступа к французскому языку. Были какие-то кассеты, но интернета не было, город был маленький, там не было никаких учебников, тем более учебников с дисками и так далее. Я кое-как дотянула до 13 лет различными способами, слушая то, что за дубляжом в сериале «Елена и ребята», прильнув к телевизору ухом, или же были какие-то разные песни, которые мне удавалось купить в кассетах, и которые я заслушивала до дыр, и пыталась их выучить, не зная абсолютно французского языка. Была в пятом классе, выбрала французский язык. Была возможность изучать только один иностранный язык, и только два раза в неделю. Конечно же, я выбрала французский, кое-как дотянула до 13 лет, появился интернет, и тогда я уже смогла получше что-то послушать, больше найти. Но интернета тоже не было ни ВКонтакта, не было ни Фейсбука, не было ни Ютуба, Гугла, наверное, даже не было, не помню, как я уже всю эту информацию сказала, что-то по крупицам собирала. И себя я постоянно записывала, мне хотелось услышать момент, когда я буду говорить, как они. То есть я слышала какую-то песню, пыталась ее напевать, и не получалась. То есть, разумеется, мое ухо было уже немножко натренировано, и я поняла, что меня моя речь не восхищает. Моя цель была восхитить меня само, потому что, наверное, это какое-то волшебство, когда ты говоришь красиво, ты доволен собой, и ты понимаешь, что ты близок к идеалу. И это то, что меня мотивирует работать с моими учениками и стремиться к тому, чтобы они говорили красиво. Конечно же, ученик, который говорит без акцента, который говорит ясно, красиво, чаще даже более качественно, чем носитель, это большой подарок учителю. И меня, конечно же, удивляют преподаватели, которые над своим акцентом не работают и еще не мотивируют учеников работать над ним. Потому что большинство людей, которых я встречала в своей жизни, а встречала я много людей, уже даже, мне кажется, десятки тысяч людей, которые изучают французский, с которыми я лично чуть-чуть общалась, практически все они изучали французский язык, начали изучать французский язык только потому, что это красиво. И мне кажется, это какое-то предательство по отношению к себе, что мы начали учить, потому что это красиво, и сами мы себя предаем и не верим в себя, говоря, что мы так красиво не научимся никогда говорить. Это неправда. Я вам обещаю, что вот здесь вот есть 100 уроков. Если вы будете заниматься ежедневно или хотя бы через день, минут по 15, по 20, через несколько месяцев вы будете говорить намного лучше, ни в какое сравнение с тем, как вы говорите сейчас, если вы уже говорите давно и не занимались фонетикой, или, как говорят многие, невозможно будет поставить то, как вы будете говорить. Это совершенно возможно. Научиться в жизни можно всему. Вы можете никогда не уметь танцевать, вы будете танцевать каждый день, и через год вы будете танцевать лучше, чем другие. Вопрос только в том времени и усилиях, которые вы будете прилагать. И мы будем начинать с самых деталей. То, что я сейчас вам преподаю, это то, как я учила сама французский язык. И, разумеется, я очень много слушала, и вам тоже нужно будет очень много слушать всякой различной информации, и вам нужно будет ухо ваше тонировать. Но я поняла, что акцент у меня начал выравниваться только тогда, когда я видела текст, я научилась транскрибировать, и я уже по этим схемам идеально начала воспроизводить то, что было. Параллельно работая с артикуляцией и с дикцией, если мое тело, вообще говоря, в общем, не готово, чтобы сделать какие-то телодвижения, даже если я буду знать, как это делать, оно меня не послушается. И вот артикуляционный аппарат точно так же. Если у меня какие-то зажимы в верхней части губ, я никогда не открою рот так, как надо, так широко, как надо. Если у меня, например, челюсть, какие-то проблемы с челюстью, она не открывается сильно. Если я не буду тренировать, у меня ничего не получится. Но это и хорошо, это и хорошая информация, потому что если я буду тренировать, если я буду что-то делать, то в любом случае все получится. Это проверено на мне, потому что у меня большие проблемы с дикцией. Раньше я вообще не открывала рот. У меня дикция намного лучше стала и в русском языке, потому что благодаря французскому я начала обращать внимание на русский, до какой степени я плохо говорила, какие-то и слова-паразиты, и звуки, и зажимы, и так далее. Мы с вами всему этому будем учиться, и в русском тоже будем исправлять свои какие-то моменты постепенно. Атикуляция. Проблема артикуляции в том, что мы вот сколько кому лет, кому 20, кому 25, кому 15, кому 30, кому 40, кому 50, мы уже привыкли на протяжении десятков лет артикулировать определенным образом. Сейчас нам нужно все это переделать. И артикуляция французская, она намного красивее, и она намного полезнее, чем русская артикуляция, по крайней мере, та артикуляция, которой пользуется большинство. Это значит, что большее количество мышц у нас задействовано в речи, когда мы говорим по-французски. И вы, наверное, слышали, что есть такая тенденция, как фейсбилдинг. Люди сейчас в очень большом количестве делают различные упражнения, чтобы тренировать мышцы лица, чтобы не стареть, чтобы кожа была в тонусе. И я посмотрела несколько упражнений и увидела, что большинство упражнений попадают с тем, что нужно делать, чтобы нам улучшить нашу артикуляцию во французском. И здесь, под этим видео, вы увидите еще видео, которые из нескольких театральных курсов взяты, и вы можете их делать, вы можете их отрабатывать, и будете смотреть на результат. Наша задача, самое главное, это сделать так, чтобы наш язык был послушным, потому что язык у нас всегда в разные стороны колышется во рту, от него возникают шумы, потому что идет трение, шепеляют люди, как я, например, или же челюсть не открывается, в общем, все это делает некачественным звук. Мы очень хорошо также должны поработать с губами, они должны быть вообще у нас такими летающими, вы должны широко улыбаться, если у них только проблема с улыбкой, у вас улыбка станет шире, если у вас вдруг какие-то проблемы с этим были, бывают разные, мы не знаем, что, и мы боимся на себя в зеркало посмотреть, я смотрю на своих учеников, которые держат перед собой зеркало, но смотрят на меня, мотивируют это тем, что они не хотят ничего пропустить. В этот момент они могут делать какие угодно вещи, вы должны привыкнуть к себе, всегда перед собой зеркало ставить и артикулировать, чтобы ваша артикуляция вам нравилась, широко открываете рот, делаете различные упражнения, потому что зажимы, они могут быть где угодно. У некоторых людей зажим бывает вот так, то есть верхняя губа вообще не двигается, или нижняя челюсть не открывается, у некоторых вот так, то есть я прошу, например, сделать какое-то движение, там какую-нибудь уточку, или лося как-то упражнение называют, когда вот так нужно сделать. И у некоторых людей одна часть губы поднимается, другая нет. Этого вообще не нужно стесняться, усилием, поднимаем вторую часть губы, которая не поднимается, поднимаем, поднимаем, я все уверяю, через неделю она уже начнет двигаться лучше, а через две недели вообще будет все свободно, и мне кажется, даже они сравняются, если прям совсем нет никаких таких вот прям патологий-патологий, но даже, мне кажется, с ней можно работать. Единственная причина, почему у вас артикуляция несимметричная, или вам трудно, только потому, что вы этого никогда не делали. Вы можете начать качать сегодня пресс, если вы будете качать через день, в течение трех месяцев, у вас будет пресс, какой-то лучший пресс, может быть под небольшой прослойкой жира, но у вас будет пресс лучше, чем сейчас. Я думаю, что никто не будет с этим спорить. Если вы начнете бегать, у вас накачаются икры и ноги, бедра. Если вы будете танцевать, вы станете более пластичным. Все требует работы, и артикуляция тоже. Чем лучше вы будете артикулировать, чем лучше у вас будет дикция, тем лучше и проще вам будет воспроизвести звуки, которые мы с вами будем делать. Так что упражнения, которые даны внизу, вы должны их максимально часто повторять, вы можете мыть посуду и говорить скороговорки, говорить с пробкой, говорить с карандашом. Я вам покажу несколько упражнений, которые для нас особенно важны. И тогда работа пойдет быстрее, потому что, во-первых, это будет полезно для нашего изучения, во-вторых, это будет полезно вообще для жизни говорить, когда вы слышите человека, который красиво говорит, хорошо дышит, у него красивый тембр, у него красивый голос, и он еще четко и красиво произносит слова, конечно же, это вызывает восхищение. Немного людей сейчас говорят красиво, торопятся, съедают, прожевывают и многое другое. Стремитесь улучшить свое качество речи, потому что это тоже ваша визитная карточка, может быть, кто-то влюбится в ваш голос даже на русском или на французском, это очень полезно. Артикуляция — это спорт, это то, что нужно делать регулярно, так что я вам рекомендую уже свой даже день перестраивать, жизнь перестраивать и выделять каждый день, как чистить зубы, как заправлять кровать, артикуляционную зарядку и зарядку для дикции. Даже люди, которых мы знаем как великих дикторов, у них это не дар свыше природный. Разумеется, есть какие-то данные, но они работали. Даже Левитан, который славится своим голосом, которого ставят постоянный пример, он занимался по 40 минут ежедневно дикцией и своим голосом, потому что иначе он бы не был легендой той, которой он стал. Не стремитесь сделать все 100 уроков за 100 дней, это очень мало. Каждый день работайте на результат. Наша задача, чтобы вы смотрели на себя в зеркало с удовольствием, чтобы вам нравилось, как вы артикулировали, чтобы у вас все ходило худуном, посмотрите на французов, как они это делают, на французском. И чтобы качество речи улучшилось, вы себя постоянно записываете на диктофон, один и тот же текст. Вы даже первую транскрипцию, всегда с диктофоном работаете. Вы слушаете, вы записываете себя, слушаете и пишите себе. Можете какую-то папочку создать, вы погрались по фонетике. Вы записываете первый раз, второй, третий, пишите дату, пишите название урока, например, первая попытка, вторая, третья. Вы увидите, что через три, через четыре урока вы вернетесь к этим записям и будете слышать то, что вы делали неправильно. Это самое полезное. И каждый день занимайтесь. Если вы сегодня сделали уже маленькое упражнение, я постаралась сделать небольшие уроки, чтобы вас не демотивировало, но вы именно на одном уроке концентрировались и занимались повторением, повторением, чтобы до автоматизма доходило. Не учите ничего, если вдруг что-то не получается. Посмотрите материал, где это было, повторите это и опять начинайте учить, потому что если заучено неправильно, уже будет трудно. И получайте от этого удовольствие. То, чем вы занимаетесь, вы занимаетесь фонетикой, это, к сожалению, не очень популярно. Люди не педанты, они довольствуются малым, а вы показываете свой характер, свое отношение к делу. И я думаю, что сам тот факт, что вы заинтересовались этим курсом и уже сделали два урока, говорит о многом. Я уверена, что совсем скоро вы заметите результат, что вы будете с удовольствием слушать ваши записи, которые были сделаны впервые. Вам будут доставлять радость путешествия намного больше, потому что общение станет другого качества. Вы будете лучше понимать фильмы, вам будет доставлять удовольствие то, как вы говорите сами, вам будет приятно вас слушать. Вы будете говорить лучше, чем большинство людей, те, которые выучили французский язык как иностранный, только потому, что они не уделяют этому внимания, а вы работаете, и поэтому вы достигнете результатов.